здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о спорте потому что как известно городской округ люберц это территория спорта но спорт особый сергей крылов у нас гостях президент рыболовного спорта московской области с 2014 по 2018 год правильно говорит все правильно вот у меня сразу же такое вот рыболовный завод понимаю там рыболовная промышленность или рыбная промышленность понимаю рыбак понимаю поесть рыбы люблю а вот рыболовный спорт что это такое расскажите ну я скажу вам так что рыболовный спорт это реальный спорт ну рыболовный если так быстро и поймал да и кто больше и быстрее но опять же дисциплины разные баланс вот там допустим летний дисциплин этот фидер английской донка там тоже до поплавочные лучше карт фишинг когда спортсмены там несколько суток живут на водоеме и ловит кто крупнее и больше поймает и зимние дисциплины рыболовного спорта мормышка мне блесна до я один раз был судьей зимней блесны из последствий когда больше судить рыболовного соревнования по зимней блесны не буду там спортсмены десятки километров проходит по снегу представлять там по поездам ушите на по колено в снегу искать эту рыбу лунку ты хочешь а ты судья должен у каждой команды прикреплен свой судья вот об этот рыболовный спорт он вообще во всем мире так признан это как нет нет рыболовный спорт это всемирный также федерация рыболовного спорта есть как и россии так и фиде называется это международная федерация рыболовного спорта куда съезжаются на все соревнования про которые я говорил дать про дисциплина со всего мира спортсмен и до недавнего времени мы были то то есть получается что человек тот самый древний который ловил рыбу и в первый раз придумал кто-то как его ловить удобнее вот на дом думаю недолго думали вот но поначалу же просто ходили глушили эту рыбу чем да но в разные были виды я тут конечно не историк но явно я к чему веду тогда была одна задача для еды да для того чтобы можно было насытиться сегодня это превратилось в рабы в рыболомный спорт и тут возникает вопрос а кто сегодня рыбак почему потому что очень много анекдотов по этому поводу очень много всевозможных рассказов что на рыбалку поехали и даже не расчехлили удочку так и вернулись многие варианты что там умеет наливать и да да вот если говорить серьезно вот рыбак это что за психологический такой портрет что это кто этот человек знать я сейчас как бы не прискорбно звучало человек который у сейчас во первых есть деньги так потому что даже потому что этого затратная это любая федерация по крайней мере российской федерации это держится скажется на ребята которые на альтруистах который за свои деньги за собственно ездить на чемпионаты россии там на отборочные соревнования на районные соревнования там покупает прикормку не у многих команд у многих спортсменов есть спонсоры которые тоже большинстве своем уже уходит еще мою быту когда я был я друзей дружил со многими производителями рыболовных товаров которые там хорошие люди и говорили сергей на тебе там на призы допустим а вот командная прикормка знаете что по 100 килограмм прикормит только выбрасываешь на тренировку перед соревнованиями вот скажем выше рыбе чтобы понять какая прикорм какой консистенции вкусовой запах там ей нужен по фидеру то есть не просто пошел чуть не открылась в четырадцатом году и насколько я помню не знает память у нас в россии прошел первый официальный чемпионат россии в четырестом или тринадцатом году сейчас могу ошибаться и я там считал что я умею заявился тогда еще не требовались на первый разряд потому что еще только только образовывался и там без спортивного разряда можно было участвовать и со мной рядом попал на тот момент уже чемпион мира в одиннадцатом году наша сборная россии стала чемпионом мира по фидеру паша конищев паша привет друг вот знаете я за пять часов ловли рядом с ним не поймал ни одной рыбки или 1 поймал потому что вся к нему пошла да вот прикормка надо найти точку вот это надо надо уметь понимаете этого годами часами вырабатывается практика как где найти рыбу хорошо теперь вот вы сказали оборудованием я тут неожиданно 1 моспорте горит спортом разные когда-то я общался с профессионалами хоккеистами вот и они озвучивали какую-то нереальную сумму причем профессионалы я имею ввиду еще детки которые но то есть который профессионально занимаются но вот уже еще не взрослые там не было юноши коровы и когда называлась сумма сколько стоит экипировка сколько стоит клю набор клюшек потому что тоже не одна клюшка должна быть шайба и т.д. и т.п. значит какие должны быть коньки и как далее и ты так подумаешь что так можно и на квартиру заработать что называется вот что муж как что такое рыбная помню такой магазин для рыбака да это всякие названия были ты заходишь там ну как то так вот я просто не рыбак сразу же говорю поэтому мне казалось ну все есть там это же добавить ее парочку туда до червячков пошли вот это что действительно целая и души 3 до у нас плохо с этим нет узнать и знать будет считаться реклама реклама но я могу пока только грубо говоря два производителя в россии кто очень плотно занимается рыболовной индустрии это компания волжанка у нас ничуть не реклама и дунаев александр спитера команд который сейчас начал уже именно производить удочки поставляя где он покупать они за еще не ел катаю да это карбон может в россии но производство сама самих удилища началось уже в россии раньше этого у нас разрушила для вас но и начали катать прикормки сейчас начали очень активно не уступая импортным аналогам таким там мировым брендом которым до раньше только ими ловили сейчас тоже начали прикормки хорошие делать но сама давайте вот про удочку удочка это же основной инструмент практически до катушка до леска до крючки крючки вот всякие там вот угрозить я вам объясню разница удочки спортсмена кто я назову пару наших великих спортсменов считает а серёга пузанов колганов олег витциния да ну ребят кому не назвал извините просто кому кто в голову пришел кто недавно сайте был от этих ходов чемпионат россии так колганов там стал чемпионом россияни вот вот удочка которую купите за полторы тысячи рублей да он китайская и удочка то растут я предполагаю там хорошим порт на этом с европы 45 тысяч сорок пять тысяч сорок удочка из топового карбона я сейчас буду говорить про соревнования по фидру так называемая английская донка ведь этот которому любим забрасывать наши колокольчики только немножко другая вот смотрите удочка весит допустим дешевого из дешевого карбона там 300 400 грамм плюс там полкило катушка то спортсмен соревнования по фидру проходит в той неделе тренируешься в пятницу официальная тренировка и еще два дня по пять часов ты ловишь и машешь пять часов этой удочкой где каждый грамм будет тебя на весу поставлять какие силы внутри за по забросит там минута 2 перезаброс плюс кормушкой вес добавляет там злором до в одну точку надо кидать ты тренируешься в одну точку кидать потому что их чтобы пятнос создать дата с кормовое и каждый грамм у тебя на вес золота надо то даже с топовой удочкой после пяти часов ты выходишь еще мы не скажем про ящик так называемый платформа рыбалонная которая сейчас по нынешней гамм около 2000 евро стоит ухоповой дорог чтобы и таскать там там это много нюансов взять и у тебя руки уже как у мартышки зинясь обиду нашим животным вот и у согнута что пять часов машешь машешь машем все у тебя руки а после двух дней ты еще там неделю отходишь после этих соревнований топ соревнований и каждый грамм вставлять на весу дальше ты будешь крутить килограмм руках таскать накидать или ты будешь 300 грамм в общей сложности там 400 с катушкой сути ну как раз еще при забросе извиняюсь вас обью до кончик удилища и вертик так называемого федерного удилища он должен быть тонкий и чувствительный чтобы любая поклевка даже маленькие рыбы у тебя передалась это не увидим это будет дубина который весит данным ты не да не почувствовать я вот хочу сказать про фестиваль которую на у нас был на малаховском озере там первое место занял парень который спорте и если там смотрели сюжета там парень наловил уклейки на 2 килограмма потом четыре часа ловил вот такую клей стоять он выгнал там уже карпа поймал узнал 3 место что-то парень 2 килограмма науклики но он спортсмен узнал как и что отрываем и вот так куда усе 4 часа сидел и тут у клейку так ловил молодые чемпионат чемпионами россии становились на такой рыбиной уклейки можно ждать карпа а можно на если будет много к карп карпа как повезет как повезет я еще спрашиваю что у нас водится вы подготовитесь во второй части какая рыба общего сап экологии немножко поговорим потому что например у меня такое ощущение что иногда смотришь где-нибудь в каком-нибудь городе в большом пруд в центре да ну или что-то типа в озеро или речка проходит да и кто-то стоит что-то ловит и думаешь неужели он что-то может поймать вот где где уже все все слили все что можно она об этом во второй части сейчас немножко об участниках вот кто может стать участником и куда нужно обратиться есть вот сейчас рыбаки слушают которые хотят обратиться если ты масса если у тебя прописка московской области мы говорим да да мне последствия у нас есть федерация рыболовного спорта московского вот сейчас президент саша жуков вот тоже специальный рыбак спортсмен сашка привет вот есть группа вконтакте тоже федерация рыболовного спорта сайт есть frsmo.rf пишите да ребята большая просьба я там как был руководителем создавал эту группу разоначальник домыслиться этой федерации мне не пишите я там не очень много вопросов пишут тоже ребята мне так как администратор группы еще с тех времен никак никто не убирает и я не могу удалиться не начинаю все писать если объясняю ребятам набрать и на сайт да 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 но а тем не какими качествами что что нужно как желание жила взнос нужен какой-то там есть взнос потому что это общественная организация а вот я взносы как любая но там насколько я знаю там вступительный взнос есть там тысячи рублей которые ты плачешь и не думают большие деньги единоразово за вступление федерации есть ежегодные взносы которые платят во все абсолютные федерации не только рыболов там я думаю везде и там все еще ежегодный взнос который ты плачет за то что ты участвуя соревнованиях и все в принципе тебе удается корочка спортсмена и вперед по районным сначала по по районным соревнованиям получать 3 2 1 а уже с первым разрядом можно попасть сборную московской области поехать на все российские соревнования так все российские соревнования они проходят в разных уголков по всей россии да там где рыба водится где водоем подходит под правила рыболовного спорта потому что под каждый вид рыбалки то там будь то карфишинг фидер напидаем если углубляем с видом то что я люблю фидер там или с лодок на спин должна быть определенная акватория сколько вариантов рыбных вот этих знаете не очень много на самом деле водоемов по способу вот если мы опять про фидер говорим не так много да очень часто воронежской федерации молодцы ребята там спорт рыболовный очень сильно и часто там у них это воронежское море так называемый дегресс он стоит там береговая линия позволяет разместить там до 150 человек потому что по правилам там спортсменам нужно тебе зону там 10 метров на он тут ты сидишь на зоне лыж до твой как участок обалки лови но кто-то ругает пою а ну а летит вот вот 10 минут до финиша да вот и вытаскиваешь рыбу который может тебе принести первое место в зоне тоже по правилам там еще тоже делятся на зоны на сектора идет жеребьевка спортсмены там живет и вот вот ты понимаешь сейчас вот лечь который там килограммовый тебя в твоей зоне может вытащить на первое место и получить один балл да там не 15 и вот он у тебя вот выходит прям за 10 минут и не срывается какие эмоции от то есть сколько всего вы сказали вот вы любите конкретное соревнование а сколько всего таких соревнований существует но если не все названия надо нажимать на назвать по может быть по мировому какому-то имеете ввиду по рыбалке или вашей по филар по рыбалке рыбалки смысле сколько соревнований ну фидер мы перечислили до английской долго я правильно помогал это карп фишинг ловлю трофейного карпа в определенных водоемах это поплавочная ловля но сейчас поплавочная не умирает в реальном соревновании даже люди еле-еле хотя у нас есть велики тоже там юра радугин до великие спортсмены поплавочность это вот как обычная поплавок да не там там же у них эти штекер на удилище который там по 12 метров то них как катать штекер называют же профессионально назад и это мы выбираешь или баллонкой ловишь или как то вот это это поплавочные ловли что у нас карпфишинг поплавочные ловли ловли спиннингом с берега ловля спиннингом с лодок это летние до томаса и зимние этот мормышка и а еще сейчас начинает кастинг про и более там бросаешь тоже всякие ну и форель его сейчас вот сейчас очень развита у нас форель его развивается про форель мне рыбы захотелось я сделаю небольшую паузу напомню что сергей крылов у нас в гостях он долгое время был президентом рыболовного спорта московской области во второй части поговорим вообще рыбной ловли уже несколько с другой позиции дождитесь напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях президент рыболовного спорта московской области с 2014 по 2018 год сергей крылов специалист человек который а как вообще к рыбе относитесь вам не жалко и ну я вообще не отпускаю не ем вот реально я не люблю я вот рыбаки большинство рыбаков до меня не буду говорить слова тещу меня теща замечательная то мама моей супруги дата на рыбу обожает любую вот сейчас мои у меня дети там в тамбов поэтому вы рыбак да рыбак это наверно с детства папа приучил как рыбалки не знаю так что жена вашей жена тоже иногда жена тоже любит рыбу но не любит не возиться я очень люблю у меня сын 13 лет вот тоже заядлый рыбак я фидерис скажем так дону а он больше по спиннингу любит и зимой естественно на жерлице щуку половить с блесной походить скажем активная рыбалка это это мы сидим своем крео 13 лет да да но у меня спортсмен он профессиональный дождь занимается у нас в районском моду спортсмену но как папа то он по рыбе обыгрывает ну на фидер не хочет соревноваться на спиннинг я не люблю я ленивый рыбалка фидерный ты сидишь в своем удобном на стульчике или кресла специальные фидерные оборудована у тебя здесь столик наживка ты просто решила и что удовольствие а сынок любит со спиннингом сейчас я ему в деревне там лодку купил он там в тамбовской области прям пруд возле деревенского дома большой километровый там щука сейчас я ему купил ездил не есть щука да у меня фотографии там он такие полтора-два килограмма ловит но ловит не на спиннинг а ловит на кружки так называемый это летний жерлицы зимний железь такой флажок выстрелить озлунки а это пенопластовый кружок с красной палочкой и в принципе то же самое леска с поводком и здесь и маленькая рыбка тостно живца ловит и сажать и вот на лодке заплывает выставляет по пруду джипсы и когда поклевка это кружок переворачивается сигнализатор показывает да я на поплыла в этом за ней плавают а мной тут он там щук сейчас пруду так мастурился ловить а теперь мне захотелось котлет из щеки у нас фарф есть дома сын-то 7 штук за ночь наловил супруга фарш накрутил и заморозил вот я тоже вот кстати как супруга готовит щучки котлету люблю с пюре вот видите как но давайте теперь поговорим что как такие названия щука форель опять же рыбы вы называли даже которых я не знаю вот в наших ближайших водоемах насколько сегодня вообще много рыбы с точки зрения экологических проблем целая же московская область вы возглавляли как президент до рыболовный спорт например у простого человека который рыбу ты любит но у нас ощущение например особенно вот до 2022 года что вся рыба откуда-то отовсюду кроме то нет вы знаете рыбу много и разного вы знаете что даже в оке в оке да не вид не не редкие попадания стерляги стерляги тоситрины только маленькая очень это то что ресторан уже такую это да уже красиво да и естественно отпускается на не подлежит вы если ты случайно не поймал не сразу отпустить она в красной книге занесена у нас все но она есть а саки рыбы кушать можно с москва реки вы знаете я иногда тоже смотрю youtube все это многие рыбаки блогеры показывают что но лучше не надо еще на до сих пор не очистилась и но сколько лет и и скачетом всякой даже по высшей москвы в канале именно москвы еще да да она заходит москва все я молчу можно дать после москвы и вот здесь у нас уже ну не совет а правильно понимаю что вот даже если мы поймали рыбу в москва реке да ну скажем так не в чистом водоеме что даже если я ее обработаю там пожарю все это то есть она уже внутренне опять же я экспертизу лично не проводят и я раз говорим к блогерам хочу сослаться которых очень много да если поискать там на том же ютюбе там да нет там еще на рутюбе они проводили буквально там год-два назад по рыбе что там превышение цинк насколько я помню прям что можно отравление поймать если поесть и то есть если ехать то а в люберцах как может быть чуть чуть подальше ли все равно нас туда на затрагивает еще ну вот карина любит иметь москва река она же идет через москву и сюда надо ехать куда-то подальше почище понимаете кто ты ест я за многих людей которые едят рыбу с москва реки я бы не ну не не рискнул ну как я не ем речную я не очень до кроме шутки сказал хорошо а что здесь вводится за рыбу вот перечислить и так название просто даже интересно лишь подлещик ясь подъезды не спешите не спешите потому что для вас же это как два года и так лишь лишь подлещик подлещик да ну и три лещ как такого подлещика нету рыбы все называть маленькую леща и подлещик вот на самом деле просто маленький а авто голубоглазка голубоглазка белая белая глазка белая глазка белая глаза они похожи немножко да с подлещиком так голову лука судак сом окунь налим зимой но в принципе назвал очень много нет рыбы очень большая в реке мне про москва реку сглана говорю под продолжитом малаховское озеро хотя когда мы проводили соревнования я говорю там очень много было место жителей что говорят что мало кто даже сон на 20 килограмм есть ловили самов и есть сон и карп есть нам очень много рыбы тоже но сейчас же малаховское озеро у нас почистят но вы собираетесь и до до рыбы день там тут уже надо она наверное на время уйдет потом на наверняка куда она уйдет а ну да если она закрыта выдаемся да 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 ну ну вот стараюсь только в современном технологии может там почистить но будут по одной она будет берега берег какая все еще притча в языцах что каждый рыбак немножечко должен но как бы лишний килограммчик то добавить для кого ну на спорте это как происходит у нас портит они как потому что ты взвешивание происходит при все там стоят судьи другие спортсмены уникать то есть какой-то хотя и знаете я слышу что когда стоит спорт зарождался на поволок люди там чуть ли не дробинки засовывали грузила в рот рыбе слой слухи опять же чуть-чуть да чтобы увеличить вес рыбы там и засовывали но опять же это я не видел не встречал такого а вот бывало специально не специально никто не признается у меня на соревнованиях допустим тут садок достаешь да там вываливаешь супы для взвешивания рыбы таком попадать случайно а так там обилие когда рыбу тебя да можно и случайно не замерзами типа вот он у меня в садке лежал для утяжеления садка чтобы садок не смывал и за мне да это случай при мне были лично что важнее даже может быть не в спорте вообще вот для рыбака выловить того же как говорите сама там папа толще либо много-много-много-много какой-то одной рыбы вот как вы приводили много-много вы знаете буквально этих выходных ездил на москварику подбронится на сидел опять же тоже подлещика 250 200 300 грамм я там два часа там наловил ну ну надоело его не интересно же ловить естественно начинаешь менять там крючок насадку да допустим тут клюет на что-то более ну солидный да и думаю что уже там папа лечь там бронзовый красавец тебе придет бронзовый красавец вы знаете я хотел вот сейчас опять вспомнил про москварик у меня в глазах вот этот стоит это мусор на наших худоемах в туристы оставляю вот такие же рыбаки до горя где с пакетами а тот же прикорм который ты сделал да там эти бутылки все все как шутка привез все оставил оставил но ведь это же несложно забрать с собой я не понимаю все рыбаки приезжают на машинах до 99 процентов но собери ты в пакет после себя то что ты оставил увези с собой в чем эта проблема не поют мы сына приезжаем так вот даже в тамбовской области там скажем в московской области на на уже рыбаки такие более просветлены как бы стараются что-то делать да а там где не гадит там где сидишь ну стараются до стараются не все но старай а там же все равно эти пачки сигарет там все бросим там червей банки мы с ним приезжаем на какой-то там пруд мы где мы ловим и все убираем даже стараясь по кругу собрать то есть вы еще выполняете такую ну а как без этого ну конечно во первых мне самому приятно чистый месяц да из из детей наших надо учить и показывать как надо от если потому что мы это не сделаем кроме нас от рыбаков это никто не сделает вот я еще вернусь такому разговору опять же по поводу рыбы которые мы покупаем но я не говорю что красной рыбе я недавно был петропавловский камчатском заходил на место и упоминание красная рыба это знаете что как в астрахани называют осетрину да я называют красную рыбу то это просто два года проработал да я имею ввиду да это вы понимаете красную рыбу туда форель его там тоже как видимо для туристов существует невероятные цены и рыбы в любых вариациях и икра и такая сика и стоимость как невероятно но ведь мы же знаем что есть морская рыба да есть рыба речная что-то немножечко разные это вообще абсолютно разные и что речная рыба то считается более ну круче речная рыба во вкусовым данного чтобы рыбака три рвака нет так что-то вкуснее то рискали лечь да мне мне все нравится я о чем хочу сказать вот где сегодня можно найти вроде как в магазинах продают так как как-то нет ощущения что вот вот такой речной рыбы который вот как бы в твоем регионе водится что она прям и и много а зачем в магазине находить у нас водоемов полного езжай и лови но не все же езжай лови но если не рыбак а лучше отпусти я понимаю что для вас вам трудно понять что есть люди которые не рыбаки но тем не менее был у людей не рыбаков есть родственники рыбаки да но рыбаки живу как опять же какой мы рыбе говорим опять давайте расскажем о карте дам я тоже форели ну да сейчас на территории московской области мне кажется каждый лужи уже какой-то коммерческий водоем все зависит от предоставляемых и комфорте на этом водоеме цена зависит да там может быть от и до до небес как будут и там в лакшери отеле где-нибудь там на в сочи да там и до просто приехать половить рыбку там того же карпа тоже того же сама да вот уже форель на форель часа это речная рыба и нужно холодной проточной водой она больше концу осени запускается в наши платные водоема там есть по московской области несколько водоемов где ключи бьют там круглоскут круглогодично можно море ловить также красная абсолютно рыба да только тоже рыбаки уже кто форелью допустим прыгнут профессионально желают форель там снасти все форель и вы которые для форель если оригинальный брат там тоже это жена узнаете выгонит из квартиры грубо говоря и на те же блесны вкусовые качества тоже форель где она выращена смотря где потому что когда рыбу кормить кормиком комикорм она же форель сама по натуре вся у нее мясо не белое мясо краснеет за того что на определенный план кто он ест и краснеть а вот искусственно выработан тоже нет ее кормят ее кормят и она как поросят этим ну-ка или как курочек да ну в общем вывод следующий мы завершаем программу первое спорт существует спортсмены есть да есть мастера есть спорт междунара мастера международного класса вот это первое второе рыба есть до водоемы понятно что москва большой город но будем надеяться же как-то будет это все очищаться я веду и москва и московской области все равно есть рыба и это радует потому что я например думал что уже нет там ака вы говорите тоже рыба есть и так далее третье есть огромное количество людей которые любят ловит рыбу огромный вы прям сегодня миллионы да я помню что где-то когда там и с дедом ходили он вырезал какую-то специальную находил специальное дерево уже не говорю про бамбуковые все эти истории и мы что-то туда значит вот это пойдет более-менее очки с пробки делали да 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 все это это было это было таким таинством вот и я помню тоже ловил эту рыбу но я всегда переживал за рыбу видимо и не рыбак но понятно что все это есть осталось дело за одним очень хочется экологической чистоты от 1 зависит вот больше тоже в что не нужно там где ты живешь тем более самое поразительно ну что тоже непонятно кто-то приехал и уехал но когда сами люди потом туда же приезжают верю и найдут а на это же место в это нужно но это же место не говорят это же поразительно ну вот может быть эти люди стали убирать из собой потому что начали понимать уже что он ну не надо надо да и бог дай бог спасибо вам большое спасибо вам большое за такую любовь к рыбе но вы с точки зрения рыбака а я с точки зрения едока потому что если брать рыбаков я имею ввиду ее которые промышленным способом занимаются если бы их не было то ну или бы рыбу да вот и очень советую всем 10 надо как-то посмотреть если вас когда-нибудь пригласят на настоящую рыбалку они так который в анекдотах надо съездить и посмотреть если будут соревнования то наверно тоже очень такой интересный да да любопытно и пишите звоните у меня в сетях находить есть у меня и даже свой чат в ватсапе где мои друзья мы толпой ездим на рыбалку час опять на выходных планируем сергей крылов президента рыболовного спорта московской области вперед с 2014 по 2018 год у него с рыбой свои отношения всем не забудьте что когда-то был кстати рыбный день советская до по четвергам всего вам доброго это была программа открытый диалог вел ее николай пивненко до свидания и и Субтитры создавал DimaTorzok